приветствую всех в диких джунглях с вами снова роман эта игра гринхелл очередная серия которая будет посвящена выплавки железа и тому как сделать железную броню железные инструменты топор нож железное копье и железная железную стрелу вернее копье и стрелы с железными наконечниками сегодня уже 34 день предыдущая серия закончилась на том что я построил наконец-таки свою хижину те кто не смотрел посмотрите как это было ну и научился выплавлять железо давайте теперь по порядку я все-таки повторю то что предыдущей серии говорил для того чтобы выплавлять железо необходимо построить горн ну или глиняную печь сейчас продемонстрирую как она выглядит так вот глиняный кузнечный горн палки и кирпичи для этого нужны также сразу скажу что еще нужно будет создать глиняную угольную печь для получения угля эти постройки стали доступны после того как я в реке взял глину ну как получать кирпичи я думаю тоже знаете те кто смотрел мои видео нужно было сделать корыто вот он для глиняного раствора корыто ну а дальше наполняем его глиной залу поливаем водой размешиваем и получаются вот такие глинобитные кирпичи 6 штук значит интерфейс этого горна чрезвычайно прост вот середину нужно закладывать уголь древесный уголь он получается когда вы ждете костер но там получается не очень много этого угля поэтому я рекомендую еще обязательно создать вот такую вот печку туда вы складываете палки закрываете ее полностью она закрыта глиной поджигаете и там древесина тлеет получается уголь за один этап обработки получается 15 единиц угля вот уголь нужен для горна внизу есть вот такое вот маленькое отверстие в это отверстие мы вставляем либо железную руду либо консервные банки ну консервные банки можно находить в разных лагерях вот они такие пустые банки ну и также когда вы едите консервы тоже найденные в игре получаются пустые банки и можно их переплавлять и получать железную расплавленное железо ну и также еще в игре есть возможность добывать железо в пещерах расположены в лесу пещеры вот так вот они выглядят там можно добывать с помощью каменной кирки железную руду и после этого эту железную руду опять-таки здесь переплавлять я сейчас включусь включу небольшой отрезок где продемонстрирую вам как я это сделал добыл железную руду железную руду можно найти в пещерах на карте они обозначены вот такими метками пещеры и здесь можно найти прям на стенах выступы железной руды жилы вот эта железная руда добывается она с помощью кирки кирка делается сперва из двух камней нож потом нож каменный веревка и палка и получается вот такая кирка ну а дальше все просто подходим и добываем должен быть характерный звук вот нет это мимо вот характерный звук железная руда добыта три штучки с одной жилы я добыл три штучки но ударов 10 надо сделать так вот железная руда две ну и банки из них тоже можно их можно переплавлять и делать получать расплавленное железо вот в пещерах можно добывать железную руду вот здесь в этом горне мы получаем расплавленную железную руду ну и повторюсь можно переплавлять и консервные банки и вот железную руду сюда если поместить она тоже будет здесь переплавлять ну вот давайте так и сделаем получаем мы расплавленную железную руду дальше что из нее можно делать ну начну я с брони на мне сейчас уже есть броня костяная броня вот банановые листья веревки и кости от животных привязан можно сделать железную броню вот вместо этих вот костей нацепить железные прутья вот как получить железные прутья я сейчас покажу для этого нам потребуется глинобитный кирпич и него мы сделаем форму так сделаем расширить так по моему нет не добыть нужно вот взять этот кирпич там какой-то воин ходит так глинобитный кирпич мы берем добыть получили пустую форму аж три штуки дальше делаем изготовить вот пустая форма кладем ее потом кладем палку и расплавленную железную руду и получаем форма для брони изготовить вот получили форму для брони дальше чтобы вот из этой вот формы что-то получить весьма я туда поместил получается железную руду теперь нужно ее переплавить то есть вот сюда поместить и и расплавить ну давайте сразу пока у меня тут это все занято сразу сделаю еще другие формы опять-таки изготовить берем пустую форму нам потребуется ну давайте сделаем со стрелой наконечник для стрелы так и расплавленное железо опять руду вот форма для стрелы изготовить есть получили теперь давайте сделаем что еще копье до железный нож копье для этого нужно сделать каменный нож два камня дальше каменный нож опять-таки пустая форма и туда закладываем расплавленную железную руду форма для ножа изготовить все вот смотрите у нас получилось здесь форма для ножа мы делаем здесь мы сделаем для стрелы здесь мы сделаем для брони и и еще одна форма нам потребуется сделаем наконечник для железного топора но это чуть позже я сейчас дождусь когда у меня тут полностью все это расплавится и потом вот сюда вниз помещу все эти три формы то есть будет существоваться так сказать обжиг то есть вот я заложил в эту глиняную форму руду теперь нужно ее обжечь то есть там она раз чтоб расплавилась это железная руда ну из этого мы потом получим соответствующие предметы пока ждем так ну вот форма для стрелы уже у меня получилось собираем так форма для ножа делаем и смотрите что получается у нас у нас получаются обожженные формы вот такие вот ну давайте откроем форму для стрелы мне нужно лишь добыть я получаю отливка металлической стрелы вот и уже вот с помощью вот этих вот маленьких отливок можно будет делать стрелы для этого мне еще нужно взять перья так форма для брони давайте тоже добудем так я получил отливки металлической брони но делать будем и стрелы и броню чуть позже обратите внимание я получил только две штуки а кстати для одной накладки на руку или на ногу нужно три штуки но у меня я ранее уже делал у меня здесь есть сундуки поэтому я возьму здесь одну вот с помощью них будем делать броню так нож у меня делается наконечник для копья и остается еще железный топор как сделать ну опять таки потребуется длиннобитный кирпич и нам нужно из него сделать еще одну пустую форму вот пустая форма так дальше нам потребуется каменный топор чтобы оттиск на этой линии делать так камень и одна палка причем обратите внимание не топор а именно каменный топор топор делается еще тут веревка и второй камень а нам нужен простой самый простенький каменный топор делаем вот этот каменный топор и изготовить и с формы его делаем оттиск на пустой форме ну и конечно же заполняем рудой получается форма для топора есть форма для топора но ее тоже нужно в печи но не обжарить обжечь вот и после этого добудем этот навершие на наш железный топор сейчас уже стемнело буду ложиться спать а завтра будем уже вот из этих вот железных предметов что у нас получилось изготавливать непосредственно сами эти инструменты видите сейчас совсем стемнело так ну вот эти вот пустые формы я пока выкину здесь возьму форму для ножа а сюда мы помещаем форма для топора вот так вот ну и эту форму конечно тоже можно добыть получим каменный нож ой железный отливка металлического ножа вот и уже из него можно будет сделать копье ладно пока сейчас прерываюсь переночую и продолжим да кстати обратите внимание глиняная угольная печь закончила работу мы ее открываем и вон груда древесного угля 15 штук там есть взять максимум и плюс там еще зола так ну что утром продолжим так наступил уже 35 день и сегодня будем делать железные инструменты и оружие ну я всю ночь провел около этой печи около этого горна плавлю здесь банки два часа сплю просыпаюсь закладываю уголь и банку потом два часа снова сплю снова просыпался так ну что давайте теперь сделаем что нибудь из тех материалов что мы получили железных я имею ввиду ну давайте начнем с топора вот отливка металлического топора изготовить дальше понадобится палка и веревка и мы получаем металлический топор новая запись металлический топор добавилось вот теперь у нас есть металлический топор и появилась новая запись металлический топор вот так вот металлическая стрела теперь что тут еще есть так ну давайте теперь сделаем металлическая но копье с металлическим навершием длинная палка нужно изготовить и у нас есть нож отливка металлического ножа сюда и веревка металлическое копье делаем ну вот получилось металлическое копье место в инвентаре у меня нет поэтому пока бросим сюда так теперь броня самое интересное нужно банановое лист бананового дерева изготовить потом нам нужны три веревки 2 или не 3 или 1 не помню давайте пока 1 и вот эти палочки железные которые я сделал по моему их три штуки надо 1 2 3 ничего то не хватает ну давайте по моему веревка да и получается металлическая броня вот теперь вот эту металлическую броню можно уже одеть вот видите на мне сейчас каменная прочность 31 я могу водить эту ну соответственно надо эту снять вот сперва эту снимем потом оденем железную я пока этого делать не буду сейчас сделаю еще мне надо еще три штуки таких а потом уже их буду одевать пока и не буду ну давайте кстати ради интереса вот броня из костей прочность 31 ну допустим выкинем насколько здесь прочность прочность 38 ну нет у них примерно одинаковая прочность но я так предполагаю что все таки броня из металлических против лучше чем из костей я конечно точно не могу сказать надо тестить проверять но мне так думается так пока я оттену вот эту а потом уже когда полностью комплект будет готов я все один вот так пока так дальше что топор сделали копье сделали броня вот она надо будет ее убрать и теперь еще остается стрелы железным наконечником давайте сделаем для этого нужны перья кстати железную кирку тоже можно сделать но используется каменный нож железный нож так куда в тебя пока убрать перья нужны по моему там три пера надо так это раз два два три так делаем перья стрелы вот несколько помню сколько петь надо так вот это делаем одну остриё так маленькая палочка веревка по моему нужно сейчас точно не помню так веревка и что-то еще два пера наверное все таки нужно да вот получается металлическая стрела причем получается она всего лишь одна 51 из 39 почему-то почему-то у меня у стрел у этих 58 прочность а у это всего 39 ну опять-таки тоже нужно тестить какие лучше но мне кажется все таки стрелы с металлической наконечником они наносят больше урон чем стрелы с каменным наконечником с каменным наконечником это кости используется ну вот собственно и все как делать железные инструменты в игре тут их не очень много вот металлическая броня железный топор потом копье ну и кирку кирку уж я не стал показывать как она делается она делается из железного этого камень каменный нож а железный нож наконечник вот так вот делается железо расплавилась у меня банку плавит вообще банки как-то проще находить чем добывать ну хотя и руду не сложно добывать в это видеть ладно все на сегодня эту серию я заканчиваю теперь полностью я буду обеспечен железными инструментами оружием сейчас сделаю себе все броню переделаю на железную и все вот так вот в игре делается железная броня топор копье железным наконечником и стрела железным наконечником все ждите следующей серии отправимся на восток я полностью подготовлюсь к моему походу на как заготовлю себе еды питьевой воды сделаю броню оденусь повязок бандажей наделаю и мы отправимся на восток восточную часть горевшей карты искать мою жену мию все не пропустите следующей серии увидимся